Дмитрий Пономарёв Дмитрий Пономарёв Дмитрий Пономарёв Некогда вспоминать, что было? Мы напомним! Смотрите подборку важнейших событий из разных сфер нашего города. Авторские дайджесты от корреспондентов телеканала «Краснодар». Чтобы на каникулах не скучать, не будет снега, покажем! Раскроем секреты новогодних эфиров. Не пропустите! Новый год – это подарки. Мы очень часто не замечаем, что они у нас в буквальном смысле под ногами. Что ты имеешь в виду? Ну, например, дороги. Буквально год назад я добирался на работу по разбитому проспекту Чекистов и мечтал, когда же его, наконец, отремонтируют. Согласна. Даже так называемые объездные улочки, которые часто используют таксисты, сейчас выглядят очень симпатично. И заметь, это результат выполнения всего одного национального проекта. Ну, а подробнее о нём и о других расскажет Кристина Сорокина. В этом году Кубани, в частности, её столица, превзошли самих себя. В 2019-м мы по праву стали флагманом в части реализации нацпроектов. Забегая вперёд, отмечу, что все они будут продолжены и в будущем. Самый обсуждаемый нацпроект в Краснодаре – это безопасные и качественные автомобильные дороги. Всего за год в агломерации их отремонтировали больше 65 километров, а это 50 участков. Но город пошёл дальше и уже готовы два объекта из плана следующего года. В сфере образования тоже большие изменения. В День знаний для краснодарских детей распахнулись двери двух новых современных школ. На 1550 мест каждая на улицах Байбакова и Героя Аверкиева. Закончили строительство и двух новых корпусов для 23-й гимназии и 81-й школы в посёлке Пригородном. Всего за 2019 год в Кубанской столице появилось больше 4000 новых учебных мест. А ещё начали возводить самую большую школу в районе Западного обхода. На ремонт и обновление материально-технической базы в образовательных учреждениях выделили 445,5 миллионов рублей. 11 зелёных зон за этот год благоустроили в краевом центре. Это тоже наш новый рекорд. В рамках регионального проекта формирования комфортной городской среды, который входит в национальный проект «Жильё и городская среда», в Краснодаре благоустроили 4 сквера – садовый, фестивальный, пограничников, студенческий и два бульвара – гагаринский и офицерский. Там не просто высадили деревья, кустарники и установили лавочки. На зелёных территориях появились детские игровые и спортивные площадки, новое освещение и автоматическая система полива. Для безопасности жителей также установили камеры видеонаблюдения. Благодаря нацпроекту «Демография» в Краснодаре стало возможным предоставление краевого материнского капитала. Также в городе реализуется программа по проведению бесплатной процедуры ЭКО. Построены детские сады с местами для малышей в возрасте до 3 лет. Плюс в краевом центре на базе военного госпиталя открылся краевой гириатрический центр. В области здравоохранения и медицины Краснодар тоже не отстаёт. В этом году начали строительство нового корпуса детской краевой клинической больницы. Открылось и несколько центров амбулаторной онкопомощи. А ещё обновили оборудование в первичных сосудистых отделениях. С поддержкой нацпроекта малый и средний бизнес в Краснодаре точно будет процветать. Около сотни предпринимателей только в этом году вышли на зарубежный уровень. А для поддержки фермеров и сельхозкооперативов выделены гранты и субсидии. Быстрее, выше, сильнее. Девиз лучших спортсменов, олимпийских чемпионов как никогда лучше подходит для описания экономики кубанской столицы в 2019 году. Город становится больше и тем выше его требования к созданию как комфорта, так и благоустройства. Статус миллионника, конечно, придал нам энтузиазма. Но и потрудиться над своим собственным имиджем пришлось. Подробнее обо всём расскажет ведущая программы «Бизнес-курс» Анна Григорьева. На протяжении всего года в Краснодаре принималось множество решений, и в том числе в экономической сфере, но всё это делалось на благо его жителей. Мы обсуждали, предлагали, спорили, аргументировали и в результате всё-таки добивались своего. Начало года сразу преподнесло кубанской столице большой и приятный подарок. В Сочи на российском инвестиционном форуме был представлен проект краснодарской агломерации. Начать решили с создания мультимодального транспортного хаба, объединения аэровокзала, железнодорожной и транспортной сетей в единый логистический узел. На это потребуется 10 лет работы и 99 миллиардов инвестиций. В 2019 году кубанская столица сэкономила на расходах по обслуживанию муниципального долга почти 140 миллионов рублей. Эти средства были направлены на развитие инфраструктуры краевой столицы. Работа была проведена огромная, хотя и не такая заметная. Простому обывателю город полностью и в срок погасил ранее взятый государственный бюджетный кредит, составлявший более 4 миллиардов рублей. Все сэкономленные деньги дают возможность нашему городу участвовать в программах по строительству социальных объектов. Выверенным, сбалансированным и бездефицитным будет бюджет Краснодара в 2020 году. Его доходы по расчетам специалистов составят 33 миллиарда рублей. Большая часть из них – 77 миллиардов. 588 миллионов – это собственные средства. Чуть меньше – 15 миллиардов 425 миллионов – краевые субсидии. Эти деньги позволят городу продолжать активно реализовывать местные, краевые и федеральные проекты и программы. То есть будут потрачены на строительство учебных заведений, ремонт дорог, обновление городского и школьного транспорта, благоустройство зеленых зон, оснащение уже построенных школ и достройку проблемных жилых домов. В этом же 2019 году Краснодар прогремел на всю страну как город, в котором проводят масштабные и, что немаловажно, максимально полезные бизнес-встречи. Форум «Дело за малым» стал самым громким событием и настоящий пиар-сенсацией года. Форум малого и среднего бизнеса во многом напомнил настоящий фестиваль. Яркие хедлайнеры, самый популярный и уважаемый предприниматель в крае, один из самых известных блогеров в стране, авторы самых популярных книг о бизнесе и лидерстве, даже настоящий космонавт и, наконец, мировая бизнес-суперзвезда, уже ставшая частью поп-культуры. По любым меркам это был успех. В 2019-м кубанская столица регулярно становилась лидером различных рейтингов. Самые уважаемые исследовательские агентства называли нас лучшими по динамике развития экономики среди регионов ЮФО. Краснодар признан одним из самых привлекательных для жизни и быстро развивающихся городов страны. Отметили также отличные демографические показатели и хорошие данные по средним зарплатам. А в конце года мы возглавили топ-100 самых комфортных для жизни городов России. Первое место столицы Кубани досталось из-за хорошего климата, обеспеченности жильем и невысокими затратами на жизнь. По качеству жизни Краснодар занимает четвертое место в стране. По работе системы ЖКХ и благоустройству третье. По культуре и образованию второе. В этом году произошло событие историческое для большей части населения нашей страны. Федеральные каналы в России перешли на цифровое эфирное вещание. И мы, как телеканал, который долгое время выходили только в аналоге, стали переживать за своих преданных зрителей. И предложили все усилия, чтобы любимые передачи и главные городские новости Краснодара были для них по-прежнему доступны. И мы остались. Поменяли сетевого партнера. Теперь мы работаем в тандеме с телеканалом 360. Кроме того, с 2015 года телеканал Краснодар Онлайн вещает в кабельных сетях Ростелекума МТС. А в этом году к нашей зрительской аудитории присоединились и абоненты Билайна. В 2020 году нас ждет новый важный этап. Мы планируем стать еще ближе к нашим зрителям. Для этого в начале года мы будем принимать участие в федеральной конкурсной комиссии названия 22-й кнопки. Сейчас мы к этому тщательно готовимся и планируем победить. Для того, чтобы в дальнейшем мы смогли называться муниципальным обязательным общедоступным телеканалом, который можно будет всегда найти у всех кабельных телеоператоров на 22-й кнопке. Еще один способ быть ближе к нашим зрителям – это активность в интернете, а точнее в социальных сетях. Обо всем самым важным и интересным мы рассказываем в наших аккаунтах, в Инстаграме, Фейсбуке, Телеграме, Одноклассниках, в Ютьюбе и на нашем сайте tvcrasnodar.ru. Если вы устали от новостей и хотите посмотреть что-то вроде интервью или авторского проекта, они тоже у нас есть. В 2019-м наш телеканал запустил новый Ютьюб-канал с хэштегом «Ваш Краснодар». И поверьте, мы будем только наращивать обороты. И всегда рады вашим подпискам и комментариям. И кстати, поскольку теперь вы знаете, где и как нас смотреть, надеемся, вы проведете новогодние праздники вместе с нашим телеканалом, который подготовил для вас много интересного. На новогодние каникулы мы продолжаем работать для вас и подготовили замечательную праздничную сетку вещания. 1 января наши юные зрители смогут дать поспать своим родителям, включив наш телеканал «Краснодар» в кабельных сетях нашего города и насладиться просмотром замечательных российских мультфильмов, фильмами «Приключения Буратино», «Приключения электроников». А далее до конца новогодних каникул уже для всей семьи мы подготовили замечательные линейки отечественных и зарубежных сериалов. И в 23 часа мы покажем самые лучшие популярные комедии для всей семьи. Ой, как здорово! Ну мы точно с дочкой будем смотреть. Я думаю, что я тоже найду на это время. Ну, давай вернемся к нашим дайджестам. Давай. Когда у человека происходит что-то, с чем он не может справиться самостоятельно, то он обращается либо в больницу, либо в полицию, либо на телевидение. Это действительно так. Ежедневно к нам в редакцию звонят десятки людей. И мы всегда стараемся разобраться в ситуации. Не сюжет ради, а справедливости для. Виталий Молчанов сейчас объяснит, что мы имеем в виду. Друзей много не бывает, тем более верных. У краснодарцев есть такой близкий, задушевный товарищ – телекомпания «Краснодар». Мы стараемся не только держать вас в курсе событий, но и оказывать посильную помощь. Так было и в 2019 году. Весной в редакцию телеканала с просьбой разобраться обратились жители дома 23 по улице Бургасской, где владельцам квартир пришли просто огромные счета за электроэнергию. После выхода сюжета эта история получила большой отклик у горожан. Но главное – она стала развиваться. С нами на связь вышел один из федеральных телеканалов и продолжил расследование. Об этой ситуации узнали не только в Краснодаре, но и в Москве. Огласка принесла реальные результаты. История закончилась в пользу пострадавших. Несправедливые счета были аннулированы, а тем краснодарцам, которые все-таки заплатили по квитанцам, деньги вернули. На призыв активистов к горожанам собраться вместе, чтобы почистить озеро Карасун в Селезневском парке, наша телекомпания отреагировала мгновенно. А как же? Это ведь не только хороший информационный повод, возможность помочь краснодарцам саккумулировать усилия, но и принять в освобождении водоема от мусора непосредственное участие, буквально своими руками. 50 мешков мусора собрали все вместе. А в озеро вместо старых покрышек запустили 3000 мальков белого амура. 10 тысяч деревьев Краснодару. Челлендж под таким названием стартовал в кубанской столице весной. Суть акции заключалась в том, чтобы посадить дерево, сфотографировать и выложить в Инстаграм соответствующим хэштегом. При этом нужно было отметить своего друга, передав ему эстафету. Горожане просто не могли не поддержать такую славную инициативу. Мы тоже краснодарцы. И телеканал Краснодар поддержку акции оказал не только информационную. Наши ведущие тоже активно сажали деревья. Ну а конец декабря – самое подходящее время для исполнения желаний. Даже если вы не Дед Мороз, но хотите принять участие в предпраздничной акции. Телекомпания Краснодар призвала поддержать доброе дело и, чтобы исполнить несколько детских мечтаний, отправилась на ду из елок желаний. Каждый из нашей добровольной делегации сорвал с елки снегирька открытку с пожеланием ребенка. Кому, как не нам, взрослым, делать сказку былью. Ань, ну а сейчас давай поговорим с тобой о новых назначениях, структурных изменениях и укреплении международных связей. Этот год для Краснодара не был скучным и в политическом плане. О главных событиях, связанных с работой городской администрации, расскажет наш специальный корреспондент Анастасия Федотова. В этом году мое рабочее утро чаще всего начиналось либо в стенах этого здания, либо в компании с его представителями. А потому о деятельности городской администрации я знаю не понаслышке. В этом году в Краснодарской мэрии не обошлось без кадровых перестановок. Сергей Васина на посту первого вице-мэра города сменил Виталий Косенко. Еще одним заместителем главы стал Алексей Горбенко, новоизбранный атаман Екатеринодарского районного казачьего общества. Кроме того, в команде мэра появился ростовский специалист Александр Водяник. Он стал советником главы по городской среде. Помимо этого, мэрия Кубанской столицы вырастила несколько кадров для краевой администрации. Так, Евгений Зименко с поста замглавы Краснодара по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса перешел на должность министра ТЭК и ЖКХ Кубани. Вместо него в мэрии полномочия принял Андрей Дорошев. Вместе с тем Сергей Пуляковский, занимавший должность вице-мэра, поднялся по карьерной лестнице и стал заместителем губернатора края, курирующим внутреннюю политику региона. А теперь о структурных изменениях. В июне в городе появилась новая муниципальная служба по содержанию сетей ливневой канализации. Специалисты прочистили более 42 километров ливневки, а также почти 2000 дождевых колодцев. План максимум – в течение полутора-двух лет привести в порядок всю сеть ливневой канализации Краснодара. А еще у нас ликвидировали Департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей. Вместо него создали два новых городских управления – экономики, а также инвестиций и развитие малого и среднего предпринимательства. Дружеские связи Краснодара стали крепче. У краевого центра появился третий официальный город-партнер. Соглашение об этом подписали в день рождения кубанской столицы. Партнерство только на старте, но уже в ближайшем будущем оно поможет воплотить в жизнь интересные и полезные проекты для жителей обоих городов. И еще немного о международных отношениях. В этом году в Южноафриканской республике прошел шестой Всемирный конгресс организации «Объединенные города и местные власти». Она создана для развития партнерских связей между городами и объединяет более половины населения планеты. Впервые в такой встрече приняли участие парламентарии кубанской столицы, председатель городской думы Вера Голушко и депутаты Людмила Головченко и Дмитрий Орешкин. Наш коллега Алексей Шулепов, известный больше части краснодарских зрителей как ведущий проекта «Действующие лица», и этот год заканчивает с прибавлением в профессиональном плане. Новая программа «Внимание Шулепов» стала квинтэссенцией самых обсуждаемых тем, которые не ограничиваются городом или краем. Ее вы могли видеть как в эфирах, так и на нашем новом канале в YouTube. В общем, Алексей, как руководитель отдела специальных проектов, присущий ему манере, расскажет о творческих находках нашего телеканала в этом году. Практически каждая компания, особенно большая, состоит, внимание, из разных подразделений. На телевидении это редакции или отделы. В нашей компании для журналистов таких отдела два. Один из них – отдел публицистических программ и спецпроектов. Если переводить на понятный русский язык, то это значит, что практически все, что не новости – это спецпроекты. О них и расскажу. И начнем с прекрасной половины редакции. Милана Урусова, ведущая программы «Культпоход». Как видно из названия передачи, девушке в жизни очень повезло. Пришла на работу, собрала рюкзачок и вперед к культурному просвещению. А по пути и для нас с вами интересный рассказ о жизни городских театров, школ искусств, музеев. Чем не мечта для журналиста – ежедневное общение с музыкантами, танцорами, поэтами и другими служителями мельпомены. А дальше Анна Лиманская и ее линия жизни. Нет, это я сейчас не про хиромантию, я про здоровье. У Ани именно такая программа. Если честно, иногда мне кажется, что у этой хрупкой и милой барышни в первой краевой больнице уже есть свой собственный отдельный кабинет. Если вдруг что случится, она и аппендицит сможет ударить. А еще открою большую тайну. Анна Лиманская может расшифровывать почерк врачей. Потом эти шифровки она вписывает в сценарий своих программ. Так что, если хотите быть здоровыми и счастливыми, уже с нового года продолжайте смотреть «Линию жизни». Кстати, в интернете она тоже есть. А дальше несколько слов о программе «Серьезной». Не то чтобы предыдущие программы были очень развлекательными, просто впереди повествование про экономику и бизнес. Точнее, про бизнес-курс и Анну Григорьеву. Если честно, я долго не мог понять, как из дебета, кредита и сальдо, по крайней мере, это все слова из курса экономики, которые я знаю, наша красавица Анна умудряется делать еженедельную программу. Ответ, как вы понимаете, на поверхности. Просто Анна Григорьева намного лучше меня разбирается в социально-экономическом развитии края. И что самое важное, эта тема ей нравится. Так что давайте все вместе будем поддерживать экономику региона и дружно продолжать смотреть бизнес-курс в новом году. Ну и, наконец, главное украшение нашего отдела спецпроектов – Марина Богданова. Главный, я бы даже сказал, сертифицированный парламентский обозреватель. Ее программа «Парламент» – настоящий долгожитель канала. А еще я слышал от некоторых помощников городских депутатов, что часть мероприятий в городе не начинается, пока Марина не приедет и не начнет снимать. Скорее всего, это слухи, но я готов им охотно верить. Кстати, наша Марина Викторовна, между прочим, кандидат филологических наук. А иметь у себя в штате такого специалиста может себе позволить далеко не каждый, даже федеральный канал. Ну как здесь не вспомнить фразу товарища Саахова? Это студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец она просто красавица. Как вы понимаете, этот хрестомантийный комплимент относится ко всем вышеупомянутым мною барышням. Впрочем, продолжим. Лет 10 назад много было разговоров о том, что телевидение активно стремится в интернет. И спорить с этим сложно. Но есть и обратное движение. Пару примеров сейчас приведу. Даже позволю себе перейти на стихотворный размер. В наш город миллионный из многих областей стремятся переехать, купить жилье, найти работу и нарожать детей. Бывший ростовчанин Александр Гусейнов тоже переехал в Краснодар. Вот только два города сравнивать пока не перестал. В этом году первый сезон программы «Краснодар. Столица Юга» уже завершен. В январе ждем продолжения. Продолжится и не без дел. Нет, это не то, что вы подумали. Это название еще одного интернет-проекта, который показывают по телевизору. И пишется оно в три слова. Не без дел. В гости к моему коллеге Евгению Бондарю приходят люди, которые многого добились в жизни благодаря трудолюбию и своим талантам. Кто такая Алина Ярма? Это девушка, которая живет в Краснодаре, но больше она известна не как Алина Ярма, а как Алина Ремонт Айфон. Потому что тянется это все с далекого 2012 года, когда та самая девушка ремонтировала телефоны и люди. Ну и наконец, еще один не коренной краснодарец, но человек, который о нашем городе, его истории и современности знает куда больше, чем многие из тех, кто здесь родился. Я, например. Михаил Молчанов и его экскурсионный Краснодар. Если подробно говорить об этой программе, моего эфирного времени не хватит, а нужно еще с Новым годом поздравить. Так что, кому интересно, в том же интернете можно найти хранилище, как говорится, засмотренных до дыр Мишиных программ. И снова вспомню про время. Его катастрофически не хватает, чтобы рассказать о всех программах, которые выпускает наш отдел спецпроектов. И то, что я успел упомянуть, лишь часть того, над чем работают наши журналисты. А с другой стороны, не зря же говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так что, включайте телевизор и выбирайте то, что вам больше по душе. Ну и самое главное. Впереди один из главных праздников в году и самая волшебная ночь, когда принято загадывать желания. Хочу пожелать вам, вот в этих самых желаниях себя не ограничивать. Загадывать их побольше и не стесняться. Лишними не будут. А сбудутся они или нет, узнаем уже в следующем, в 2020 году. И, внимание, всех с Новым годом! Спасибо, Алексей. Ну что сказать? Молодцы! Очень приятно, что нас так много. Мы все такие разные. Нам всегда есть чем заинтересовать нашего зрителя. Ну вот, например, рекламой. Но очень короткой, потому что впереди еще много того, чего вы точно не знаете. Оставайтесь с нами. Некогда вспоминать, что было? Мы напомним! Смотрите подборку важнейших событий из разных сфер нашего города. Авторские дайджесты от корреспондентов телеканала Краснодар. Узнать невозможно спутать. Как вычислить в толпе сотрудников главного городского? Дадим инструкцию. Это специальный выпуск новостей. Спасибо, что остаетесь с нами. 19 июня 2019 года. Судьбоносная цифра в истории главного городского телеканала. Сотрудникам от ведущих до инженеров, от бухгалтеров до водителей был представлен новый генеральный директор МТРК Краснодар. Мир СМИ весьма живо отреагировал на это событие. Знаковые медийные фигуры обсуждали в социальных сетях это назначение. Ну а мы с коллегами замерли в ожидании. Что шеф грядущий нам готовит? За чуть более чем шесть месяцев совместной работы мы не разочаровались. Максим Александрович Жмутский прямо сейчас в студии. Максим Александрович, как вы оцениваете работу команды, которая делает главные городские новости для краснодарцев и не только? Вы правильно отметили, что не только новости. Мы в этом году вместе с вами делаем большое количество интересных новых проектов. даже запустили совершенно отдельный канал, где никаких новостей. Но дело не в этом. Дело в том, что действительно на телекомпании Краснодар работают настоящие профессионалы. Я каждому благодарен за не только ежедневный круглосуточный труд, но и преданность своей профессии. Ну и то, что мы действительно делаем полезное, доброе дело для краснодарцев. Дай бог, в следующем году мы будем двигаться именно в этом же направлении. Мы искренне верим, что под вашим началом будем так же бодро двигаться в нужном направлении. До встречи в новом году! И продолжим говорить о 2019-м. Наш город гремел на всю страну не только культурными событиями и победами в экономике. Вряд ли где-то можно встретить человека, не знающего, например, про футбольный клуб Краснодар или баскетбольный локомотив Кубань. Чем запомнился уходящий год для фанатов спорта, узнаем у Александра Ермолаева. 2019-й год стал для Краснодара богатым на спортивные события. В уходящем году наши атлеты добавили в копилку города более 4,5 тысяч медалей разного достоинства самых престижных мировых и европейских турниров. Так получилось, что мне довелось побывать в эпицентре наиболее значимых и интересных для города соревнований. Начнем с гандбола. За ним, правда, следить пришлось, сидя у телеэкрана. Уходящий год принес нашим девушкам бронзовые награды Чемпионата мира в Японии. Одними из самых заметных на турнире стали игроки Краснодарской Кубани. Ярослава Фролова проявила себя наиболее ярко. Забив 48 мячей, она вошла в топ самых результативных игроков Чемпионата. Голкипер желто-зеленых Виктория Калинина, отразив 39% бросков по своим воротам, заняла второе место среди всех вратарей Чемпионата мира. Сейчас Кубань борется за выход в плей-офф Суперлиги и с такими игроками. Задача вполне посильная. Говоря о спорте, не сказать о футболе, все равно, что играть в него без мяча. 2019 год для краснодарского футбола стал поистине уникальным. Впервые в истории города, его клубов и многих болельщиков в Краснодаре прозвучал гимн Лиги Чемпионов УЕФА. И хотя пробиться в основной этап турнира «Быкам» не удалось, этот вечер наверняка останется в памяти тысяч краснодарцев надолго. Запомнится 2019 и фанатам женского футбола. Краснодарская кубаночка впервые в своей истории выиграла медали Чемпионата России. Борьба за заветные награды получилась непростой. В матче за третье место наши девушки обыграли команду «Рязань-ВДВ» со счетом 2-0. Отмечу, краснодарские игроки регулярно вызываются в состав национальной сборной России. Запомнится уходящий год и фанатам баскетбола. С какой стороны – вопрос спорный. В летний перерыв команда сильно изменилась. По ходу турнира дважды менялся тренер. Да и результаты не радовали. Но возвращение на пост наставника Евгения Пашутина было встречено фанатами с восторгом. Именно под руководством прославленного тренера «Локомотив Кубань» добился самых значимых для клуба успехов. Думаю, что 2019-й стал для Лока переломным и новых побед ждать долго не придется. Богатый мир Кубани невозможно представить без ярких и порой уникальных культурных постановок и массовых гуляний в нашем гостеприимном крае. В 2019-м афиши Краснодара пестрели громкими названиями. Актеры перевоплощались до неузнаваемости. Оркестры гремели, залы рукоплескали. Подробности знает ведущая программы «Культ поход» Милана Урусова. Наверняка вы лично бывали на многих премьерах, выставках и концертах. Восторгались вместе с нами и просвещались культурно. Если о чем-то подзабыли, я напомню. Сотый сезон открыли в Краснодарском театре драмы. Начался он с премьер мистической драмы «Маскарад» под наименному произведению Михаила Лермонтова. Его уже играли на сцене более полувека назад. И вот в честь юбилейного сезона решили поставить вновь. На каждом показе был полный аншлаг. Впервые на Кубани получили национальную театральную премию «Золотая маска». Ее обладателем стал артист Краснодарского мастеатра Юрий Дрожняк, которого отметили в новой для премии номинации за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. За десятилетия работы в театральной сфере заслуженный артист РСФСР и народный артист России сыграл более 100 ролей и поставил около 30 спектаклей. Когда возраст не имеет значения, Кубанский казачий хор в этом году открыл новый 208-й концертный сезон. Своим выступлением артисты отметили сразу две важные даты. День рождения коллектива и 45-летие творческой деятельности художественного руководителя Виктора Захарченко. Коллектив признан историческо-культурным памятником. Еще стало известно, что старейший в стране национальный казачий хор в скором времени получит новый дом. Театрально-концертный комплекс в центре краевой столицы. Еще одно яркое культурное событие года большой открытый праздник Эфес Кубани на площади Пушкина. Русские витязи и античные боги, галантные кавалеры и богатыри собрались, чтобы соревноваться в благородном искусстве, владении холодным оружием. За победу боролись 20 профессиональных коллективов из разных уголков края и соседней Адыгеи. На праздники работала выставка средневекового оружия. Краснодар сквозь смены поколений. Ветеранам Великой Отечественной войны, которые помнят столицу края еще маленьким провинциальным городком, начали проводить экскурсии. Такой формат помогает выстраивать связь поколений и демонстрирует, каким стал наш город благодаря этим людям. И такие экскурсии решили проводить регулярно. Знаешь, Дим, я часто была на съемках и иногда с третьего раза только могу объяснить людям вообще, что мы за телеканал. Так складывается, что нас путают. Если честно, мне вот очень обидно, потому что все-таки мы главный городской. Ну, я думаю, обижаться не стоит. Лучше показать нашему любимому телезрителю небольшую инструкцию, которая поможет безошибочно вычислить сотрудника телеканала «Краснодар». Ее подготовила Виктория Захарченко. Я приветствую вас, мои любимые ведущие. Понимаю, накипело. Мы телеканал «Краснодар». Я с гордостью об этом заявляю. Итак, во-первых, у нас появились новые микрофоны с новым логотипом. Это является нашим, пожалуй, основным опознавательным знаком. Далее, на жилетках наших операторов красуется название главного городского телеканала «Краснодар». Не промолчу и о нашем новом логотипе в углу ваших телеканалов. Правда, он у нас красавчик? И, конечно, наша обитель и второй дом тоже стал гораздо приметнее благодаря новому крыльцу с нашим вот таким логотипом. Теперь, даже если захочешь пройти мимо, не пройдешь. Кстати, мы находимся на пересечении улиц Северной и Рашклевской. Так, надеюсь, вы все запомнили. И теперь, заметив наших вездесущих ребят в городе, будете кричать так ли это же телеканал «Краснодар»? Приятно заканчивать год в добром здравии и хорошем расположении духа. Да, когда ничего не болит, нервы в порядке, тогда и праздничное настроение приходит само. У краснодарской медицины был удачный и насыщенный год. Награды, уникальные операции, амбициозные планы. Все расскажет далее Сергей Овчинников. Да, в этом году мы еще больше укрепили свои позиции, как один из медицинских центров в нашей стране. Приятно, что краснодарских врачей знают и замечают даже за ее пределами. Начнем с наград. Владимиру Парханову досталось звание лауреата государственной премии. Краснодарский доктор стал соавтором новейшей концепции. Его научные изыскания помогли внедрить в медицинскую практику новые виды оперативных вмешательств на трахеи. Они спасут многих людей и продлят их трудоспособный период. Владимир Парханов получил свою награду из рук Владимира Путина 12 июня в Кремле. Бэтмен потихоньку восстанавливается. В сентябре в интернете прогремела история девочки Луны с огромным родимым пятном на лице. Во всем мире врачи отказались ее лечить и только краснодарский хирург-онколог Павел Попов согласился помочь. Первая операция по удалению меланоцитарного невуса прошла успешно. После этого еще двое детей приехать на лечение в Кубанскую столицу. Девочку из США ждут в начале 2020-го, а еще один пациент мальчик из Бразилии. Его родители сейчас занимаются подготовкой необходимых документов. Вообще краснодарские врачи весь год доказывали невозможное возможно. Хирурги из краевой клинической больницы номер два смогли вылечить пациента с помощью малоинвазивного эндоскопического метода. Они излетли камни из протока поджелудочной железы без хирургического вмешательства. Также наши врачи из этой больницы провели сложнейшую открытую операцию и удалили пациенту огромную опухоль. А еще кубанские доктора прооперировали сосуд против тока крови, чем спасли 89-летнюю пациентку от ампутации ноги. А еще медики ККБ номер один собрали молодой девушке лицо после страшной аварии. 58 гектаров было выделено в Знаменском районе Краснодара, чтобы построить еще более современные медицинские учреждения. В новом медицинском кластере будут созданы онкологический центр, больница и станция скорой медицинской помощи, наркологический диспансер и инфекционная больница. На проект выделено 30 миллиардов рублей. Главные городские новости или как вы их называете и знаете Краснодар сегодня это не только события из мира политики и спорта, экономики и культуры. Мы всегда отражаем в эфирах яркие проекты, удивительные происшествия и особенных гостей столицы Кубани. И в ближайшие несколько минут мы постарались уместить те новости, за которыми не то, что весь край следил, вся страна. И один из наших молодых корреспондентов Александр Крошный продолжит тему. Спасибо, старшие коллеги. А вот мне, как самому молодому корреспонденту нашего телеканала, конечно же, больше всего интересно самые яркие события, которые произошли за этот год в Краснодаре. И поэтому я вам расскажу обо всем самым хайповым и запоминающимся. Этот год был ознаменован войной с уличными вандалами. В конце ноября стрит-арт-художник Луиджо Марио Муратторо из Италии начал рисовать на городской мэрии граффити размером 300 квадратных метров, которое наглядно показывает, как может и должно выглядеть уличное искусство. Художник выполняет работу в стиле разбитого окна. На рисунке три портрета девушка, играющая на скрипке, дирижер и органист. Еще одно нашумевшее событие – посещение Илона Маском кубанской столице в середине октября. Правда, нереально, а виртуально, но очень эффектно. На форуме для предпринимателей дело за малым самый популярный бизнесмен планеты через телемост пообщался с местными предпринимателями. Незадолго до этого группа краснодарских бизнесменов арендовала билборды рядом с офисом Маска в Калифорнии, на котором был нарисован QR-код с приглашением его на форум и одна из популярнейших фраз «Как тебе такое, Илон Маск?» И ответ не заставил себя долго ждать. Вскоре команда Илона связалась с краснодарскими предпринимателями и встреча состоялась. И немного о глобальной уборке музора «Хэштег Трэштег». Это всемирная акция, которую в начале года активно подхватили краснодарцы, многие строительные и другие частные компании и организации. В разгар акции казалось, что в кубанской столице просто не осталось ни одной бумажки, брошенной в неположенном месте. В ноябре город взбудоражила новость о диком звере в центре Краснодара. Медведь по кличке Афанасий попал туда по несчастливой случайности. Благодаря соцсетям об этом узнали горожане и стали подкармливать питомца. Но мы пошли дальше и помогли пристроить Косолапова в заповедник. Городская администрация организовала переезд Афоне и теперь он обитает в Хаджокской теснине в достойных для дикого зверя условиях. И новость подарок на Новый год. В последних числах декабря открылась четвертая очередь пожалуй самого популярного места в нашем городе. В парке Краснодар появилась зона с еще одним водоемом с золотыми рыбками, фонтаном и зеркальным лабиринтом. А аллея из пальм и кипарисов уже тоже доступна для селфи. В каждом нашем итоговом выпуске новостей мы задаем краснодарцам и гостям города один и тот же вопрос. Что хорошего у них произошло за неделю? Здорово, что люди не сразу, но всегда вспоминают что-то приятное. И когда слышишь ответы, даже настроение поднимается. А в конце года мы подумали, мы ведь такие же горожане, как и герои наших сюжетов. Почему бы не узнать, чем хорошим запомнился год сотрудникам телеканала Краснодара? Отличная идея. Давайте посмотрим. Ой, у меня очень много. Я вышла замуж, я познакомилась со свекровью, я получила, можно сказать, повышение по работе, крутую должность. Я Путина живого увидела. Пошла в первый класс. Кто? Я. В художку и в музыкалку. Да, заново. Жизнь начинает заново приобретать новые обороты. У меня в этом году родилась дочка. Студенты мои защитились, заучники выпустились. Я рада, что еще одни специалисты в нашем городе появились. Я отдохнул, на море хорошо съездил с семьей. Да много чего было, хороший год, в общем-то. Самое классное. А, я в квартиру новую переехал. Что-то я забыл даже. Здесь кое-что секретное, о чем я не могу сказать. Я на море ездила, это было просто замечательно. Хочу туда снова. Можно, пожалуйста, прямо сейчас, сейчас, сейчас. Если коротко, младше, исполнилось 20 лет. Дети уже взрослые. Не ждаю то, что просто я жив-здоров. Зарклата подняли. Все. Как видите, все мы похожи друг с другом. У всех одни и те же радости и желания на Новый год, я уверена. Тоже будем загадывать примерно одинаковые. Мы верим, что они обязательно сбудутся. А в Новом году из своих телевизоров и телефонов вы будете узнавать только хорошие и добрые новости. А мы на этом прощаемся. До встречи в эфире главного городского. И напоследок наш небольшой, но очень красивый подарок с любовью к Краснодару. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова